Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 апреля. День Иоанна Лествичника. Назвал честь преподобного отца Иоанна Лествичника. 16 лет начал путь иноческого жития. С самого начала возлюбил, украшенную смирением Кротос, как учительницу добродетелей. В дальнейшем он написал столь известное и столь замечательное творение, называемое Лествицей, от которой сам Иоанн получил название Лествичника. Это руководство по духовной жизни в виде лестницы, которая желающих возводит до небесных врат. В этот день женщины пекли из вкусного теста пироги в виде лестницы. Считалось, что по этой лестнице можно восходить в будущей загробной жизни на небо и попасть в рай. И если съешь кусок этого пирога, то будешь здоровым весь год. Говорили, что на день Иоанна Лествичника начинал беситься домовой. Он не узнавал жильцов своего дома и оттого безобразничал. Чтобы он не нанес людям никакого вреда, его задабривали различными способами. Также рекомендовали не выходить во двор до первых петухов и ожидать рассвета. Согласно другому поверью, это есть время, когда домовой меняет свою шкуру на новую, либо женится на ведьме. Поэтому сегодня старались загнать в хлеб весь скот и запереть. Шли домой и даже не выглядывали в окна. Также верили, что вздохи домового сегодня предвещают смерть хозяина дома. Приметы наблюдали за лошадьми и коровами. Сегодня они находились в неком сонном состоянии. Шумно дышат, постоянно облизываются и пьют много воды. А если животное пьет много воды, будет дождь. А если к воде не прикасается, погода в ближайшее время будет ясная. Если одуванчики уже зацвели, лето будет коротким. Листья на березе появились раньше, чем на ольхе, лето будет сухим. Птицы сооружают гнезда на южной стороне дерева, жди прохладного лета. Пчелы начали влетать из ульев, весна наступила и погода будет теплой. Гуси летят высоко в небе, к дождям весной и летом. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали – огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok